Депутаты Госсовета на очередной сессии вновь вернулись к уточнению параметров бюджета уходящего года, о том, как меняются статьи расходов и доходов в нашем сюжете. Бюджет уточняется в этом году уже в третий раз. На этот раз казна пополнилась более чем на 499 миллионов рублей. Налоговодельщики выполняют норму действующего законодательства. Сегодня мы администрируем с органами правопорядка, с прокуратурой Чувашской республики, с налоговой службой, прикрываем серые схемы. Это позволит дополнительно профинансировать взятые обязательства по государственным программам. Значительно увеличиваются расходы на здравоохранение, образование, укрепление материальной технической базы учреждений и инвестиционные цели. Так, более 27 миллионов уйдут на обеспечение лекарственными препаратами. 26,5 миллионов из резервного фонда президента Российской Федерации на капитальный ремонт здания Республиканской детской клинической больницы. Почти 14 миллионов на внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся. Пересматриваем расходы дорожного фонда. Расходы дорожного фонда увеличиваются на сумму дополнительных поступлений. Данная сумма также по целевому назначению будет направлена на ремонт содержания и республиканских муниципальных дорог. Существенная сумма предусматривается на поддержку муниципальных образований, это субсидии на выравнивание обеспеченности расходов бюджета муниципальных и городских кругов. Соответственно, эта сумма будет предусмотрена в текущем проекте закона, который сегодня будет рассмотрен у госсоветов. Это более чем 236 миллионов рублей. С учетом внесенных изменений, расходы бюджета увеличатся более чем на 13%. При этом необходимо отметить, что увеличение расходов происходит при снижении государственного долга. Государственный долг Чувашии на 1 января 2018 года прогнозируется в объеме 14 миллиардов рублей. Депутат от партии «Справедливая Россия» Игорь Маляков предложил, по примеру, Мордовии не сокращать госдолг, а высвобожденное средство потратить на решение приоритетных задач. В сравнении привели наши коллег с Мордови, что они правильно делают, и, соответственно, нужно ли сегодня нам держать госдолг и управлять именно таким образом. Для того, чтобы было понимание у всех, сегодня требование по госдолгу, это и требование правительства Российской Федерации, соответственно, увеличение или госдолг, оно выше собственных доходов, не является правильным, потому что это экономисты необоснованные и большие риски. Соответственно, подвергать таким рискам свой бюджет, конечно, это, считаю, безответственно. Никто ничего не будет списывать. Президент Российской Федерации с учетом задолженности отдельных регионов, и у нас тоже долг есть, дал возможность респутеризацию провести, прежде всего, тех кредитов, которые есть, и чтобы регионы вместо коммерческих кредитов получали бюджетные кредиты. Цена риска, она очень велика, очень высока, это миллиарды, не миллионы, а миллиарды рублей, тех же самых бюджетных народных средств. То есть, если вот просчитаешься, конечно, любой сегодня, абсолютно любой бюджет любого региона, любого субъекта, он заемные средства привлекает для решения тех или иных значимых проблем. Это нормальное, абсолютное явление условий промышленной экономики. Просто поясняют. И то, что размер нашего долга, вот Янг, я считаю, оптимальным, и его поколебать в другую сторону, это было бы не совсем, наверное, разумно. Позиция депутата с Проведроса выглядит более чем странно. Игорь Маляков считает себя специалистом в области бюджетной политики. И кому, как не ему, понимать возможные риски, если республика перестанет платить по долгам. Приняя продолжались около часа. В итоге депутаты приняли изменения в бюджет. Вектор, который был взят изначально на и обозначенный при принятии данного бюджета, на социальную ориентацию его, он всецело выполняется. И самое главное то, что он еще и увеличивается. То есть более 50% увеличение мы видим сегодня по здравоохранению, более 40% увеличение по образованию. Вливание в здравоохранение более 1,222,000 рублей. Это фактически беспрецедентное вливание. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика.